Динамо Акбарс Билеты в день матча будут действовать на обе игры, а мы будем невероятно рады видеть вас на трибунах. Во вторник команда Решата Келезудинова одержала важнейшую победу в рамках Лиги Чемпионов. Во Франции был обыгран Безье со счетом 3-0. Эта победа стала третьей на групповом этапе для наших девушек. Тем самым казанская команда существенно увеличила свои шансы на выход в плей-офф. Спасибо, очень рады, что выиграли. Потому что была тяжелая дорога и было бы обидно потратить столько сил и потерять там очки, нужные очень нам. Да и в целом, победная серия Динамо сейчас насчитывает уже 12 матчей. Отсюда и отличное настроение внутри коллектива, и первая строчка в турнирной таблице женской суперлиги. Ну, конечно, это всегда поднимает дух, когда ты выигрываешь. И хочется продолжать держать эту линию. Это же, конечно, всегда весело, всегда радостно. Ну, вообще, атмосфера хорошая, конечно, победы радуют. И нету таких каких-то психологических провалов. В общем, мы довольны. Но в то же время работы у нас кипит, работы много, и впереди важны игры. Предстоящим соперником Динамо станет подмосковное Заречье Одинцово. Команда Вадима Панкова в этом сезоне пока что главный аутсайдер чемпионата России. Лишь одна победа в 14 матч. Да и в начале сезона было известно о определенных проблемах с финансированием команд. Тем не менее, это, как всегда, шанс для молодых волейболистов громко заявить о себе. В одной из самых ярких кузнец таланта. Правда, в первом круге казанская Динамо не испытала проблем в гостях, победив со счетом 3-0. Все молодцы, да. На самом деле, тяжеловато кого-то одного выделить. Потому что Заречья всегда славилась тем, что нужно было биться как команда. То есть, один бежит, должна бежать вся команда, не один человек. И вот в таком, в такой серии. То есть, если выключится один человек, она вполне вероятно, что и будет так вот по цепочке выключаться, что все равно они играют как команда. В составе Заречья можно выделить молодую и хорошо знакомую нам связующую сборной России Полину Матвееву. А также главного бомбардира команды диагональную Елизавету Лукьянову, которая входит в топ-6 бомбардиров Суперлиги. Для молодых волейболисток Заречья это отличный шанс заявить себе. И как показывает опыт прошлых лет, работа под руководством Вадима Панкова в Заречье для многих становится своеобразным трамплином в топ-клуб. Правда, вот последняя победа Заречья на Динамо датирована аж апрелем 2015 года. А с тех пор казанская команда выиграла все 14 очных встреч. Ой, ну никак не влияет. Это вот вы ведете такую статистику, а мы как бы просто готовимся к очередной игре и все. Не думаем там, кто когда выигрывал, проигрывал. Ну, надеемся и сохранить эту цифру на 2015 год. Так что будем работать только на победу. 23 января – день большого волейбола в Казани. В 16 часов по московскому времени «Зенит Казань» сыграет против красноярского «Енисея». А в 19 часов обворожительные волейболистки «Динамо Акбар» сразятся с Заречья Одинцова. Мы ждем вас в центре волейбола. Тем более, что билеты в этот день действуют сразу на обе игры. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok